Добрый день, друзья и не другие. 11 сентября, день рождения Иосифа Давыдовича Кобзона, народного артиста Советского Союза и такой, в общем-то, весьма мифологизированной фигуры и нашей богемы, и нашего эстаблишмента. Я хочу признаться, что я никогда не слушал певца Кобзона. Там, в отличие, допустим, от Александра Леша, который мне рассказывал, что он там чуть ли не в пятилетнем возрасте представлялся, что Александр Кобзон. Нет, это не моя чашка чая, как говорят англичане. Но я всегда с интересом общался с ним, не только как с потрясающим собеседником, а потому что это фигура не богемная, это не фигура эстаблишмента, это фигура масштабов страны, поэтому он говорил себе, что он Кобзон Советского Союза, таковому был. Это просто явление, это действительно такая вот глыба. Да, он, как и певец, тоже, в общем-то, занял свое место в нашем эстрадном иконостасе. Я помню, как он смешком рассказывал, что вот он прочитал, что, дескать, французский шансонье Шарль Знаву, армянского происхождения, попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что там дал 200 концертов за год. Он сказал, что ему это смешно, потому что он тысячу концертов в иные годы выдавал. То есть, получалось, что по три, по четыре концерта в день. Ну, про простая арифметика показывает, как минимум. Но, повторю, что для меня он, прежде всего, не певец, а и не политический, и не общественный деятель, а просто вообще феноменальная фигура. Есть в его биографии такие вещи, которые просто завораживают. Кстати, я так и не спросил у него, почему он хотел покончить жизнь самоубийством. В Афганистане это было. Мне об этом рассказали люди, которые там были с ним. Помрачнел и сказал, что когда-нибудь в другой раз, может быть, расскажет. Не расскажет, увы. Хотя последнее семейное интервью с ним довелось записать мне. У них на даче беседовал я с ним и с прекрасной красавицей Нелли. Оставлю здесь еще один фрагмент из этой беседы. Довольно одно, чтоб только о доме в ней петь. Петь, он начал уже в армии. Детство голошенное, оно проходило так, либо в самодеятельности, либо на улице. Видите, вот в армии с гитарой уже. И когда я уходил в армию, я был в первом среднем весе, как в спорте, 69-71. А пришел из армии 85. О, раскормили. Но в армии не нет. В армии, да. И те единственные штаны, которые я носил до армии, они уже были маленькими. А на новые не было средств. И мне хватило средств, заработанных только на то, чтобы приехать в Москву и попытаться поступить учиться. Я приехал в солдатской форме в Москву. Ну, не потому, что хотел привлечь внимание приемной комиссии, а просто нечего было надеть. Мы очень бедно жили. Вы же сразу в три, по-моему, да, поступили? Да. А потом трудодни при сборе урожая, с сентября-октябрь. У меня, кстати, в моей бригаде, которая руководила по уборке картофеля, работал самый нерадивый сборщик, Давид Тухманов. Вот. Если бы я знал, какую музыку напишет Давид, я бы, конечно, за него сам собирал картофель. Ну, в общем, работали, зарабатывали на трудодни картофель, что, собственно говоря, и спасало всю зиму. Мама присылала фанерный ящичек с салом, на сале жарили картошку. Потом я заработал в церкви денежку и купил первый костюм за 64 рубля. Чешский. Венгерский. А, венгерский. Венгерский. Версия меняется. И уже стал, так сказать, выходить, конферировать концерты в Гнесинском концертном зале. И тоже стал зарабатывать по три рубля за концерт. Так что жизнь уже потом пошла несколько по-другому. А вы знаете, озадачили меня, когда вот сказали, что мама присылала сало. А то есть вот этих еврейских ограничений вот по диете не было, да? Мама была атеистка, коммунистка. Да? То есть никогда вот этого не было, что там нельзя сало, свинину, да? Нет, нет, нет. Я ассимилированный еврей Донбасса. Ассимилированный еврей. Не обрезанный, как называли. Поэтому у нас не было никогда. Да, да. Язык, к сожалению, я не знаю свой национальный. Или а вы? Теперь-то мы все знаем. Все, как бы... Ничего подобного. Ничего не все мы не знаем. Ну почему? Может, что, ты знаешь язык? Нет, язык я не знаю. Я знаю обряды, праздники. Это другой вопрос. Историю, религии. А сейчас мы с Иосифом, кстати, сказать, где бываем, мы ходим. И в церковь, и в синагогу, и в мечеть Иосиф может зайти. И помогает строить буддистские дацаны. Мы очень толерантны в вопросах религии. Я читал в вашей книге, кстати, что вашего сына Андрея, няня, тайком вывезла и крестила. И не только сына, но и дочку тоже. Они оба решены. Но тоже из медицинских соображений. Да, да. Вот Иосиф уже говорил, что дети очень болели. Очень болели. И няня, так она все подстроила, что она во время каникул увезла. То есть отец не знал? Я тоже не знала. А и вы не знали? Конечно, не знала. Мы были на гастролях. Она взяла детей во время каникул, повезла в Питер. И там прекрасно их покрестила. Но вы знаете, надо сказать по правде, что после крещения дочь, которая тяжелейшим образом болела, постепенно выровнялась, перестала болеть. Чудеса. Чудеса с работой. Вот это все-таки не Наташа, а Андрей на этом снимке, я так понимаю, да? Это первенец. Да. Это мама моя. А это Георгий Максисян мне цветы вручает, композитор. Он тогда работал у Иосифа в оркестре, делал аранжировки, оркестровки. Приходилось ему бывать в этом доме, да? Гостил он? Конечно, конечно, много раз. А вот этому человеку, первому космонавту? Вы знаете, я его не застала. Он погиб еще до нашего знакомства. Это какой, 60... Это 66-й год. А мы с Иосифом женились в 71-м. Мы очень дружили и с Юрием Алексеевичем, которого мне позволительно было назвать Юра. Познакомились мы. Я ночевал в квартире у Юрия Алексеевича после празднования. Вот это рингтон. Вот это я понимаю. Вы можете ответить. После празднования Нового года. В 8 утра он сказал, я тебя все равно разбужу, потому что они всем отрядом, первым отрядом уезжали на тренировки. И я вышел возле автобуса с тайком офицеров молодых. И вот там он меня познакомил, Юра, познакомил меня с Терешковой. И с тех пор вот мы с ней дружим вот уже 55 лет. Кстати, у вас в книге упомянута ссора, что вы поссорились с Гагариной. А как мирились? На вручение премии Ленинского комсомола мы, собственно, и помирились. Я в мир удивительный этот пришел, От влаги и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, Ты можешь на нас положиться. И вот мы смотрели в холле хоккейной матчицы из Кайдинамо. И я просто, чтобы его заинтриговать, я говорю, ну, сейчас твои конюшни набросают. Он говорит, чего? Я говорю, ничего, сейчас увидишь. Он говорит, поспорим? Я говорю, поспорим. На что? На бутылку коньяка. Динамо проиграла. Я говорю, ну, пошли. Он говорит, нет, у меня завтра полеты, поэтому... Я говорю, а я завтра улетаю. Он говорит, ну, прилетишь, отдашь. И вот я, к сожалению, уже не смог отдать, остался в должниках. Вы сказали, что вы остались в должником Гагарина. То есть вот с этой бутылкой коньяка. Есть элита отечественная, которую нужно знать. Я сожалею о том, что мы перестали. Я, например, Нелли говорит, в другое время, другая эпоха. А почему тогда я должен помнить Александра Невского, должен Кутузова, Суворова? Потому что ты хорошо в школе учился, ты был отличный. Но я хочу, чтобы мои внуки хорошо учились в школе. Они очень хорошо учатся. Хорошо, но ничего не знают. Все знают. Они все знают. Ты просто не знаешь, сколько всего они знают. Даже спорить здесь не о чем. Это вы абсолютно правы. То же самое это касается, скажем, и религии. Я против того, чтобы, скажем, изучали любую конфессию в школах. Вот я, например, с уважением отношусь к буддизму. Я уже 21 год представляю буддизму. Очень здоровая философия. И вот сейчас я обратился к новому министру, к Васильевой Орге Юрьевне, с просьбой, чтобы порекомендовать школам постоянно встречаться с пастырями, с православными, иудейскими, мусульманскими, буддийскими. И пускай дети при обсуждении в семьях этой очень важной темы находят, так сказать, для себя отдохновение. Вы вот упомянули тему долга. Скажите, а есть люди, которые вам должны и уже долг отдать не смогут? Были такие? Есть ли такие? Кто это? Можете сказать? Ну, я не хотел бы называть их. С уходом из жизни все долги уходят вместе с человеком. А с живущими и не отдающими – это совсем другие взаимоотношения. Вот я могу вам назвать несколько очень известных фамилий, но ей-богу же, будет стыдно им и стыдно тем, которые нас услышат. Они скажут, ну ладно, ничего страшного. Я говорю, ничего действительно страшного. Слава богу, есть у нас, я заработал достаточно, я работал больше всех в Советском Союзе и заработал больше всех в Советском Союзе. Тогда не было гонораров. Тогда были тарификации и ставки. Ставки, да. Мы получали ставки. Алла Борисовна Пугачева рассказывает эпизод, когда ей позвонил очень известный человек с просьбой о помощи. И она у нее спросила, почему ты мне звонишь? Он говорит, а Кобзона нет в городе. А с каких пор, почему так повелось, чтобы… Вы знаете, я всегда говорю своей жене любимой, когда она говорит, это все твои потенциальные враги. Потому что они отдать не могут, но у них такое ощущение неудовлетворенности тобой остается. И я говорю, куколка, я ее назову Куколку. Куколка, она вас с пупсиком. Да. Я говорю, куколка, лишь бы было, что давать. Вот я горжусь тем, что я никому ничего не должен. Я никогда не пользовался благами Государственной Думы. Я не пользовался транспортом, медицинскими условиями, санаториями. Ничем абсолютно, кроме депутатской комнаты. Потому что там никто, так сказать, ко мне не подходит брать автографы. Там никто меня не беспокоит разговорами. Я могу сосредоточиться. Зарплату, которую платят мне как депутата, я многократно больше трачу на свой избирательный округ. Вы упомянули, что вы называете свою жену куколкой. А я хочу вот эту фотографию семейную вам продемонстрировать, чтобы вы мне рассказали вообще, кого как называют в семье из здесь вот изображенных. Да, здесь же все ваши внуки, насколько я понимаю. Внучки? Нет?